Кого опасаются жители Армении? Результаты опроса, проведенного компанией International Republican Institute, оказались и предсказуемыми, и достаточно неожиданными. Ожидаемо, что на первой строчке списка оказался Азербайджан, на второй – Турция, а вот на третьей внезапно с 40% голосов оказалась Россия. Печальный итог, с учетом того, что в 2018 году этот показатель примитивно к России составлял 6%, а в 2021 – 15%. Ну, в списке этих стран есть Иран, Китай, ну, там очень маленький процент голосов, Украина, Соединенные Штаты и даже весьма дружественная к Армении Франция. К сожалению, вот так стремительно поменялась расстановка сил. Еще буквально два года назад Россию в Армении воспринимали абсолютно по-другому. Как вы думаете, почему мы в итоге пришли к таким невеселым результатам? Кстати, в продолжении видео мы расскажем вам о еще одном близком по теме опросе, проведенном в Армении. У нас уже есть возможность ознакомиться с песней группы «Лада Нива», которая будет представлять Армению на 68-м конкурсе «Евровидение». Ну, сразу скажем, почему же «Лада Нива». Оказывается, отцы обоих участников этой группы водили машину именно этой марки. Отсюда и «Лада Нива». Родилась эта группа фактически в ковид. Ну, появилась в 2019 году. Это французская группа, но активно стала записываться немного позже. Вокалистка группы Жаклин Багдасарян. Она, кстати, родилась в Еггнадзоре, потом переехала с матерью в Беларусь, а позже они уехали во Францию. Интересно, много ли в Еггнадзоре девочек Жаклин? Да, в общем, неожиданно. Настоящее ли это имя? Настоящее, потому что песня «Жако», ее так называли в Еггнадзоре в детстве. В группу также входит мультиинструменталист Луи Тома. Группа записывает очень живые, веселые песни. А песня, о которой сейчас идет речь, вроде бы армянской, на армянском языке, но с такими явно индийскими мотивами. С чего бы это? Неужели это связано с засилием выходцев из Индии в Армении? В песне девушка как бы рассказывает о том, что ее все время воспитывают, объясняют ей, что можно, что нельзя, ставят границы и рамки, а она хочет жить весело, танцевать, проказничать и, в принципе, быть самой собой. Ну, для Жаклины Багдасарян, по ее же словам, это такая песня о том, что армянским девушкам ставят слишком много преград и общество навязывает им какие-то установки. От этого они такие зажатые. Не давая раскрыться их собственному я. Кстати, мне гораздо больше понравились песни, которые группа записывала в период ковидной изоляции. Это Вай Аман. А также песня Зепюрин Аман. Ну, ожидаемо, не всем понравилась песня, с которой группа выступит на Евровидении, многие ее раскритиковали, считая, что Армения должна была выступить с каким-то более серьезным песенным материалом с учетом того, что пережила страна в октябре прошлого года. А теперь о санкциях против Алиева. Американский конгрессмен Фрэнк Пеллон, который очень плотно интересуется армянской темой и является сопредседателем и, кстати, основателем подкомитета по армянским вопросам в Конгрессе США, призвал вести санкции против президента Азербайджана Ильхама Алиева. Он написал об этом в Твиттере, где отметил, что давно пора прислушаться к требованиям Армянского национального комитета Америки и правозащитникам, которые говорят о том, что санкции должны быть введены в связи с геноцидом армянского народа в Арцахе в 2023 году. По мнению конгрессмена, Америке давно пора принять меры по санкционированию режима, который царит в Азербайджане, и прекратить любую помощь Азербайджану в сфере безопасности. Вы представляете, как выглядит больше 400 мешков мусора? Именно столько собрала в районе Каскада команда Green Green. Мы уже рассказывали о людях. Это релаканты, которые периодически проводят субботники по уборке мусора в различных районах Еревана. И вот впервые за 30 лет удалось провести уборку мусора вот на той самой незастроенной территории Каскада, которая наконец-то была передана в распоряжение мэрии, и где наконец-то была проведена уборка. Но вот эта гора мешков мусора, это только первый этап. В скором времени будет проведен еще один субботник, к которому подключится МЧС. Мы надеемся, что спасатели не потеряются в этом огромном количестве мусора. И снова армянская песня звучит в европейском эфире. Звезда мюзикла Notre Dame de Paris Фатрик Фьюри, певец с армянскими корнями, исполнил в эфире France TV песню «Дали Аман». А теперь тот самый опрос, о котором я упоминала в начале ролика. Согласно новому исследованию американского института Gallup International, Армения оказалась первой в списке стран, жители которой готовы взяться за оружие в случае, если их стране будет угрожать опасность. Целых 96% опрошенных жителей Армении ответили утвердительно на вопрос, готовы ли они защищать свою страну. На втором месте по готовности защищать границы своего государства оказалась Саудовская Аравия. На третьем – Азербайджан, на четвертом – Пакистан и на пятом месте – Грузия. Кстати, среди опрошенных достаточно стран, которые совершенно не стремятся защищать себя. И это достаточно понятно в их случае, потому что они явно живут в ситуации, когда им некого опасаться. Пятерки стран, которые не собираются воевать. Первой оказалась Италия, на втором месте – Германия, на третьем месте – Австрия. Ну что могу сказать? Счастливые люди. И вот еще одна новость, которая на этой неделе облетела соцсети и неожиданно взволновала очень многих людей. Речь шла о том, что Ереванская консерватория закрывается, а на ее здание уже нашелся покупатель и предполагается, что там разместится гостиница. Это точно? Как оказалось, это не точно. Хотя, например, уже сейчас довольно активно под петицией на Change.org против закрытия консерватории люди собирают подписи. С разъяснениями по этому поводу даже пришлось выступать ректору консерватории Соне Оганэсян. Она сказала о том, что действительно в здании идет ремонт, который совершенно не предполагает того, что оно будет продано. Здание ремонтируется на государственные деньги. А вообще вот эти разговоры о закрытии консерватории возникли после того, как стало известно, что консерваторию, так же как театральный институт, институт изобразительных искусств, собираются объединить и перевести в Академгородок, который будет располагаться не в Ереване. Но мы рассказывали вам об этом ранее, что множество ереванских вузов собираются переселять, по-моему, в Аштарак. Ну и, соответственно, сама Сона Оганэсян удивляется, почему все эти слухи стали циркулировать только сейчас, потому что уже два года идет обсуждение, произойдет ли вот это слияние и переселение. Она говорит о том, что она безусловно против того, чтобы такое знаковое здание консерватории, которое и должно, в принципе, располагаться в центре города, и консерватория уже такое здание с историей, ему 50 лет, что она против того, чтобы консерваторию вот таким вот образом вывозили бы из центра в Ереване. Она не исключает, что будет какой-то музыкальный факультет, собственно, в Академгородке, но очень хотела бы сохранить консерваторию как лицо города, как часть его истории и часть его культуры. Ну, а пока вот этот неожиданный всплеск интереса к истории с консерваторией и вот эти вот слухи, она считает достаточно спекулятивным и не понимает, откуда это взялось именно сейчас. Сама ректор консерватории надеется, что все-таки вопрос будет решен в пользу музыкантов в центре города. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на наш канал, пишите комментарии. Мы очень рады их читать и стараемся отвечать по возможности. Про лайки не забывайте. Не забывайте ставить лайки. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!